Наше путешествие начинается с красивого места, расположенного среди лесной зоны на окраине Гаева. Это родник у Элиза, так называют его местные жители. В 60-е годы активно строится капельный завод. Начинается строительство живых ломов для заводчан. Местные жители в лесном массиве обнаружили родник. Самые активные облагородили подходник, поставили водосточную трубу. Но время неумолимо. Годы пользования родников водой привели в негодность тропинку, спуск к источнику. И более десятка лет родник находился в неприглядном состоянии. Лишь в нулевые годы вернулась былая слава родника у Элиза. Сегодня родник находится под наблюдением жителей микрорайона Гаева. Это видно из того, как он обустроен. Деревянная беседка. Два желоба, которые регулярно защищаются. Крутой спуск к источнику выложен ступеньками. Сделан поручень для безопасного спуска. В беседе есть... В беседке есть лавочка, где можно нахнуть и полюбоваться прекрасным бейзажем природы. Родник ежегодно освещается и используется до крещенского купания. Далее наш путь лежит к медсанчасти номер 7. Глубоко в лагу, среди зарослей ивы, ольхи, малиника, крапивы и иван-чая, журчит родник с прозрачной чистой водой. Родник был обустроен в конце 40-х годов как источник пресной воды для близлежащей медсанчасти. Обустраивался пленными немцами, как и вся старая Гаева. В период Советского Союза несколько раз претерпевал ремонтные работы. Местные жители активно за ним следили. Однако к 2003 году он был разрушен. От него осталась лист труба с пресной водой. Однако в 2017 году был заново обустроен. Сейчас часто освещается. Является самым благороженным на Гаеве. С помощью хорошего проекта от Русский Дрородниковый край команда из Гимназии 3 обустроила родник. Деревянный навес, два желба, которые регулярно также расчищаются. Крутой спуск к источнику выложен ступеньками. В беседке есть лавочка. От всех посетителей этого родника сейчас слышны только положительные отзывы. Следующий родник находится в лесополосе рядом с теплоэлектростанцией Гаева-Заозерье. К нашему большому сожалению, родник обустроен плохо. Находится в лесу. Выход воды осуществляется из водоносного слоя. Родник практически не находится под каким-либо наблюдением. Он был установлен в середине 70-х годов, тогда же, когда и ТЭЦ. Предназначался для работников станции, поэтому никогда не был облагорожен. Сейчас же им активно пользуются дачники, но при этом не прилагают никаких усилий для его благоустройства. Соснование представляло собой трубу, из которой течет пресная вода. Следующий родник находится в Лагу, в дачах за Пермским военным институтом. Родник также не обустроен. Выход воды осуществляется из водоносного слоя. Режим течения постоянный. Родник находится под наблюдением местных дачников. Активно ими используется, однако никак не облагораживается, представляя свою старую трубу. Дата установки неизвестна. Старейший житель этих дач 76 лет. Утверждал, что когда он с бабушкой переехал сюда после войны, родник уже существовал. Сейчас используется местными жителями как источник пресной, но не очень качественной воды. Абсолютно не облагорожен. Следующий родник находится на речке Амбарки, которая протекает между микрорайоном Камгэс и ПДК. Родник обустроен. Выход воды осуществляется из водоносного слоя. Режим течения источника постоянный. Находится под наблюдением жителей ПДК и Камгэса. Хорошо облагорожен. Имеется навес, желоб, две скамейки. Спуск к роднику представляет собой металлическую лестницу. Родник был открыт в начале 50-х годов. Изначально был очень облагорожен. Родник предназначался для работников и жителей новопостроенного микрорайона ПДК. На протяжении всего существования несколько раз реконструировался. Сейчас за ним пытаются присматривать местные жители. Однако его существенный минус – бактериологическое загрязнение. Следующий родник расположен между СНТ-4Б и улицей Домостроительной, между микрорайонами ПДК и Левши. Родник обустроен. Выход воды осуществляется из водоносного слоя. Режим течения постоянный. Родник находится под наблюдением жителей ПДК и Старого Левшина. В последнее время активно облагораживается. На этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание.